У меня похолодело внутри. Я совсем не мечтала играть в полонез Сагинского. Я о многом мечтала. Я мечтала никогда в жизни не делать уроков. Я мечтала целыми днями есть мороженое. Я мечтала быть красивой. Я мечтала, чтобы у нас было пианино, как у Люськи. Но я совсем не мечтала на нем играть. 16 ноября во Дворце творчества детей и молодежи состоялся городской этап конкурса чтецов «Живое слово». Участники исполняли поэтические, прозаические, а также драматические произведения отечественных и зарубежных авторов. Регламент одного выступления составлял не более четырех минут на каждого. За это время нужно было показать не только знание текста, но и использование выразительных средств. Друг мой, вон, въехал грузовик, а на нем лежала елка. Мы побежали за машиной. Вот она подъехала к дому украины, остановилась, и шофер с нашими дворниками стали ее выгружать. Кому-то из участников помогал реквизит. Кто-то брал эмоциональностью и напором. А маленькая Даша не по возрасту философским подходом к сути выбранного произведения. Скажите, кто испортил сыр? Кто в нем наделал столько дыр? Во всяком случае не я. Распешно хлюкнула свинья. Загадочно воскликнул гусь. А гадать я не верусь. Украли сыр. И потом все стало понятно, что дырки, они сами проявились, мыши сделали. А потом урона села сыр, и сыра нет, и дырки, значит, и дырок нет. Если Даша начала выступать совсем недавно, то Данила, напротив, участвовал в конкурсах неоднократно. С выбором репертуара ему помогают мама и бабушка. А репетировать мальчик ходит в поселковый клуб. Прихожу, поднимаюсь, сажусь на место. Проводим гимнастику дыхательную, на расслабление. Потом иногда, когда репетировать надо, я хожу вообще в театральный, идем иногда на сцену, и там вот репетируем сценки. Прорепетируем два раза, два-один раз так, и домой идем. Конкурс длился несколько часов. В итоге призовые места были определены в четырех возрастных группах. Победители получили грамоты от организаторов.